Как объяснить тому Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шёл наперекор судьбе Они ушли однажды в это небо И небо их оставило себе Мне допели, не договорили Нам каждая минута дорога И поднимая в небо эскадрильи Летим на запад, чтобы бить врага Давай с тобой выпьем за победу Она придёт немного, погоди Внизу наш дом, а это наше небо Мы никому его не отдадим Восемь милов сбито Два упали на территорию немцев А наши потери? Мой ведомый, Фролов Потерялся, на связь не вышел Думаю, сбит Моей эскадрильи потерь нет Молодцы Два самолёта сильно повреждены Прошу отметить сержанта Войтика Если бы не он, то я бы тут не сидел Хорошо А потери противника? Одного сбил Остальные ушли Мессеры все расписные По повадкам видно опытные летчики Самолётов десять Ой, ты чёрт возьми Командир Тридцать чистой заходит на посадку Фролов Фролов Слава Богу, я думал потерял пацана Разрешите Ну конечно, конечно Спроси его, почему потерялся Есть Ай-яй-яй-яй А вы молодцы Восемь наших илов сбито за один только вылет Я понимаю, товарищ командующий Что разведка Боим без потерь никак Ну почему среди истребителей прикрытия нет ни одного сбитого? Начальник штаба, ответьте Потому что летчики хорошие Кстати, двое из них едва дотянули до аэродрома И один мяч разбит Один к восьми Вам не кажется, что это плохой счет? Товарищ командующий Подполковник Бестужев по вашему приказанию прибыл А мы как раз про твои истребители, кого полка Что скажешь? Да что тут сказать Задача по прикрытию штурмовиков не выполнена Причины Ведь у меня в полку одна молодежь не обстрелена Недавние выпускники Они только первый боевой опыт получают А тут вдруг на них асы вылетели Асов тоже можно сбивать, товарищ Бестужев И нужно То есть вы считаете, что ваш полк Не способен выполнять поставленные штабом боевые задачи? Способный, товарищ командующий Но нам бы еще двух-трех опытных летчиков А может надо больше заниматься с личным составом Вместо того, чтобы в ответственный момент оставлять полк И летать по своим личным делам Виноват Летал на могилу Евгения Дементьева, вместе воевали Понял Не осуждаю Но, товарищ Вернемся к обсуждению На завтра штабом фронта назначен первый воздушный удар по дотам противника Ну что, поехали? Сейчас, погоди Товарищ подполковник, объясните, что происходит? Мне скрывать нечего, я был честен А вы? А что я? Вы все время как будто намекаете на что-то Есть серьезные основания, расследуйте А вы не волнуйтесь, товарищ Бестужев Мне кажется как-то странно Товарищи, при этом Бестужев Будут основания, будем расследовать А пока идите, идите Господин граф Вы свободны Пока Не кипи подполковник, через край перельешь Ненавижу Белой гость И как бы ты там ни летал Я тебя упеку Это по закону? Ты понял? По закону Военного времени и революционного сознания Ты враг И девица твоя, к которой ты на могилу летал Она завершила большую промашку, что связалась с такими как ты Есть не сказать преступление И если бы она сейчас была, была бы жива, я бы его Ваша задача, первыми обнаружить вражеские истребители и не дать им возможности атаковать бомбардировщики И помните, вы должны показать, кто хозяин в нашем небе При этом не спускаться с высоты, даже если кто-то из немцев прорвется в пешку Дальше вы, товарищ капитан Товарищи Там За линией фронта Миллионы таких же, как вы, людей Ждут нашей помощи Они смотрят в небо С надеждой увидеть там самолеты с красными звездами Они с фашистскими черными крестами Все устали Все натерпелись от этой войны Которую нарезал нам самый страшный зверь в человеческом обличии Гитлер До Берлина еще далеко И вам выпала честь сокращать это расстояние сокрушительными ударами с воздуха Все человечество ждет от нас этой победы И победа будет за нами, чего бы нам это не стоило За победу За Родину За Сталина Наша троекратная Два коротких, один раскатистый Ура! 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 До подхода к цели соблюдать полное радиомолчание Сверху вас будут прикрывать истребители 133-го полка Те самые, что горбатых прикрывали? Да те самые, позывной стрижи Их задача связать немцев боем на высоте и не дать прорваться к вам Ваша задача доставить бомбы по адресу Вопросы? Никак нет Тогда По машинам Да те какие-то Те.е. какие-то Какие за это Белый shy Те.е. Белый shy Белый shy Смех Те.е. Те.е. Наверняка они уже на вражеской территории. Наши судьи по времени заняли позиции над ними и ведут пешки к целям. А что немцы? Да немецкий эфир тоже молчит. Плохо. Наверняка их ПВО уже засекли наши пешки. Не нравится мне этот план с обходом целей. Сулейман, дай мне карту. Там же под каждым кустом немецкая часть. И рации молчат. Что же это означает? Огонь! Огонь! Прыгатель горит! Прыгай, прыгай, мать ваша! Вправо уходи, Лешка! Вправо! Внимание! Это горка откуда бьют. Как слышите? Прием! Огонь! Да тут не должно быть ничего! Разведка же! Не может быть! Тут поля лысые! Внимание, грачи! Что у вас происходит? Кто бьет? Откуда? Это грачи! Это грачи! Бьют отовсюду! Внимание! Продолжать движение к цели! Внимание! Продолжать движение к цели! Очень хорошо! Закрыть маскировку! Всем позициям! Атака закончена! Внимание! Атака закончена! Внимание! Атака закончена! Внимание! Это первое звено! Продолжаем сопровождение! Это второе звено! Приняла! Продолжаем сопровождение! Первое звено! Это роща! Саша, отметь на карте место атаки немцев и найди огневые точки! Как слышал, прием! Скорее у вас роща! Внимание, стрижи! Оставаться на своей высоте! Продолжать сопровождение пешек! Я посмотрю, откуда били! Это второе звено! Приняла! Роща, это первое! Насчитал шесть сбитых машин! Обилие деревни, которую обнаружил Скима! Я наблюдаю! Шесть самолетов! На трех часах выше! Внимание! Рассредотачивайся! Разбираем месеры! Отсекаем от бомберов! Важно, чтоб бомберы дошли до цели! Главное, тут ли! Атакуем! Ну, зараз я тубе! Отрывай, пацаны! Отрывай, пацаны! Ухоже на страницу! Отрывай, пацаны! Пацаны! Горка-горка, это кречит! Мы, кажется, прорвались! Перейдем на цель! Сброс! Сброс! Он бы ушли! Сброс! Горка! Это Кречис! Возвращаемся на базу! Рубыч! Ну, брата, дякую тебе! Как ты его рубанул? Коля, Коля, у тебя что лицо скрабить? Тебе срочно метанчасть нужно! Ты бы там фрицу тоже сбил, если бы этот фриц тебе кот не зашел! Куда ходите? Ты ж меня життя врятувал, бредный ты мне! Теперь доставай, папа! Я думаю, что этот фриц на пешака заходит! Ну, я его на перерез и бью с попереджением, так как в Чиле! А он под люк, а снова за мной! Я вам скажу, я такого не бачу! Коля, а ты сколько життя буду пометать его? Дякую тебе, брат! Вольно, ну что у тебя? А у нас потерь нет, командир. Как только пешки бомбы сбросили, фрицы сразу ушли. Простите, а это что такое у вас, товарищ командир? Ничего, царапина. Это Цепилов последний полет. Скажите, пожалуйста, ну слишком сильно кровит для простой царапины. Пройдите в медчасти. Или вы хотите прямо сейчас в госпиталь поехать? Кое в чем, я тоже командир. Хорошо, Саша. Четыре штуки. И там пара, да? Да, две. Две сквозные. Ага. И эти две насквозь. Матушки мои, десять штук. Ох, пара, как она-то жива осталась, елки-звенки. Азарт — это хорошо, но только не в воздушном бою. В воздухе голова должна быть холодной. Только расчет, холодный расчет. Скорость, маневр, дистанция. Ясно? Так точно, товарищ капитан. А на земле? Что на земле? Ну, насчет дистанции азарта. Сегодня у меня нет настроения шутить. Отдыхайте, сержант Войчев. Свободен. Есть. Ну, что там, дядь Миш? Десять дырочек насчитал. Ну-ка, труд золотаем. А это вот и правильно. Ах, повадился ухажер. От горшка два вершка. Дядь Миш, ну я же сама от горшка два вершка. Он же все на год у меня моложе. Ладно. Давай, ребят, веселей. Повезней. Ой, сумпали. А ты чего тут как сиротка притулился? Да. Ну? А что тут сказать-то? Ах, да вы ж образованные люди. А простых вещей не знаете. Да на баб разговор-то не действуй. Их в оборот нужно брать. Давай. Раздевайтесь. В каком смысле? В медицинском. Снимайте гимнастерку и садитесь. Хмур. Пока, все. Что там? Рана неглубокая, но не обработана. У вас началось нагноение. Буду обрабатывать терпитие. – Больно? – Не очень. Можете поругаться. Я привыкла. Мужчины почему-то очень трудно переносят именно легкие процедуры. Гораздо хуже, чем женщины. Бинтуем. Почему именно легкие? Для меня это тоже загадка. Когда обрабатываешь тяжелую рану, мужчина терпит. А царапина может в уморок упасть. Может быть, когда рана тяжелая, мужчина чувствует себя героем? Вот так. Да. Завтра придете на перевязку. Это вы сейчас что сделали? Это я проверила. Насколько плотно лег бинт. Ну и как? Хорошо. Идите. Постойте. Вы сейчас на совещании? Не забудьте переодеться. Не понял. Китель наденьте. Гимнастерка у вас вся в крови. Спасибо. А каковы наши потери? До цели дошли всего три самолета из одиннадцати семь. Погиб зам командира полка капитан Шерстнев. Значит, немцы закрыли небо на всем плацдарме. Но откуда били зенитки? Аэрофотосъемка района не зафиксировала точек ПВО противника. Возможно, что мы имеем дело с хорошо замаскированными позициями зенитов. Били с целым комплексом противовоздушной обороны немцев. Обнаружить который мы пока еще не сумели. Получается, что мы опять не справились с поставленной задачей. До цели дошли. Всего три бомбардировщика. Зато Манукян сбил Мессер. В первом же бою. Я думаю, надо представить его к награде. Подготовьте наградный лист для сержанта Манукян. Так что мы будем делать-то? Вицы экономят силы. Воздушные бои не ввязываются. Ну, а работать по точкам ПВО – это не наш профиль. Нужно разведать этот квадрат. Пока мы не найдем точки, к ДО-там будут прорываться единицы. Да, и организуйте мне машину. Утром поеду в штаб-армию. Ну, все. Спасибо, товарищи. Товарищ командир, а что делать с вечером? В каком смысле? Мы готовились к вечеру. У Манукяна завтра день рождения. И что? Бой был тяжелый. Можно ли праздновать? Приказываю. Отметить день рождения сержанта Манукяна на всю катушку. Поздравляем. Никогда не знаешь, будешь еще день рождения отмечать или нет. Жизнь есть жизнь. Так что, ну, давайте, давайте. Готовьтесь там. Столовой организуйте. Есть. Есть. Юня, дай сюда. Притормози. Тебе хватит. Не очень нравится. За качкина. Юный мак. О-о-о. Здравствуйте. Товарищи офицеры. Предлагаю выпить за товарища Сталина и за победу, к которой он нас ведет. Ура! 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 Товарищи! Вчера я потерял своего лучшего друга, капитана-сашу Шерстнева. Летчика от бога. Командир эскадрильи пикирующих бомбардировщиков. И поэтому я считаю, что в наших рядах не место всяким бывшим. Это в тот момент, когда до победы осталось совсем чуть-чуть, из-за этих гибнут. Там новый командир полка, какой-то Бестужев, и те, кого он прикрывает, гибнут пачками. И враг народа! Моя воля, я бы этих горя командиров, к стенке бы ставил, и пулю в затылок! Я знаю Бестужева, товарищ подполковник. Воевал с ним в одном полку, был уведомым. И могу со всей ответственностью заявить, он командир, толковый, во всех смыслах. Заткнись, капитан! А то я тобой не предам, ахбой сказа, на жопу вытру! Не посмотрю, что ты герой! А-а-а-а! 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 Полковник! Пристрелю! Пристрелю, щенок! А-а-а! Полковник, рот! Да, сволочь! Пристрелю! Пристрелю! Все, товарищи, успокоились, садимся. Ты долго будешь молчать, Алла? Я хочу домой. Хватит, кабинец. Тебе что, мальчик, что ли? Мы надоели. Эти бессмысленные упокойки. Каждый день одно и то же. То скандал, то драка. Скоро пробиваете друг друга. Я устала. А чего ты устала? Вкусно жрать и вкусно пить? А? Все, хватит. Пустим. 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 Ты знаешь что, Лень, ты за мной больше не ходи. И в театрик мне не приходи. Я тебя не люблю больше. Алла! Алла! Прощай. Примите мои поздравления! Примите мои поздравления! Ваша шкатулка была как настоящий турецкий янычар. Поверьте, когда русские бомбардировщики посыпались вниз, это было впечатляюще. Спасибо. Всего хорошего. Вам также. Господин генерал, вы к себе в дивизию? Да. Скажите, это был Штауфельд? Он выглядит так, будто у него день рождения. Его шкатулка сработала. Но даже самый лучший трюк это всего лишь трюк. Да вы имеете в виду. Послушайте, я думаю, что в небе можно надеяться только на самого себя. Абсолютно с вами согласен. Поехали. Поехали. Пойдет. Пу-у-у. Серебрянская авто. Кто там ещё? Господи, Леонид. Это тебе. Тс-с-с. Что случилось? Да, ничего не случилось. Просто… Кого это принесло ещё в такое время? Это, это, это вам ко мне. Это вам. Спасибо. Спать надо. Нельзя было до утра подождать. Пойдёмте. Да, не держи. Вы что, посолились? Заходите, давайте. Проходите, садитесь. Что у вас там стряслось? Я же вижу по лицу, что-то произошло. А где Алла? Алла устала. Понятно. Послушайте, вы опять были на приёме. Алла ведь в положении. Нашли время ссориться. Предлагаю выпить на Брундершафт и перейти на ты. А то, ей-богу, давно друг друга знаем, всё выкаем. Я не понимаю, почему нельзя просто выпить шампанского? Ну, можно, конечно, и просто выпить, но это будет уже не то. Что? Да, действительно, к чему весь этот официоз. И, в конце концов, мы же друзья. До дна, до дна. Хватит. Так, выкладывайте. В смысле, выкладывай, что у вас там с Аллы произошло. Теперь поцелуй. Нельзя нарушать ритуал. Прекрати, Леонид, что ты делаешь? Да, ладно. Давай побыстрее. Ты что делаешь? Убери руки! Ты что делаешь? Негодяй! Если ты пришёл сюда за этим, то пошёл вон, а то я… Ты что, ты позовёшь его всесильного поклонника? Мерзавец. Пока твой друг Бестужев там на фронте кровь проливает, ты в тылу шампанское пьёшь и по… по бабам ходишь. Вон! Мерзавец. Хватит. Занимайтесь. Дядь Миша, он ничего там не сломает? Час возле самолета трется, в кабину залез. Командир отрешил. Вось ума наберется. Зря старается. Закрюки. Проверить ход от крайнего до крайнего положений. Может, это из-за капитанша наш человеку так голову снесло, что полетит? Самолет – штука сложная. Триммер. Проверить ход от крайнего до крайнего положений. Любви человека в небо тянет. А как? Как в песне поется. Нормально. Не одолеть ему, капитанша. Рожь языком молоть. Протирай ладон. Проверить указатель положения. Есть. Уважаемый, у вас огоньку не найдется. Нет, извини, брат, нету. Слушай, у нас шампанское выпьем. И не стой, я же вижу тебя, нога. Капитан Леонид Шугаев. Тоже летчик. Анохин Андрей Штурман. Ага. Ну что, Андрей, только из госпиталя, что ли? Так точно, товарищ капитан, из госпиталя. Вот, маму решил навестить. Правый юж где? Крым, товарищ капитан. Крым. А ранили как? Фокер. Фокер нас сбил. Машина в море упала. Я один выплыл. Пятый вылет у меня всего был. Пятый. Три часа сломанной ногой болтался по волнам, пока морской охотник не подобрал. А вы, товарищ капитан, на отдыхе по сравнению, скоро в часть повратную. Да? Да нет. Уже тут такое дело, товарищ штурман? Короче, алло, бордо. Засиделся я тут, короче. Удачи, рейтенант. Привет солнечному Крыму. Рейтенант. На, возьми. И поэтому я считаю, что командир 133-го истребительного полка подполковник Бестужев не оправдывает оказанного ему доверия и ставит под угрозу выполнение стратегических задач на данном участке фронта. У вас все, товарищ Максимович? Так точно. Спасибо. Я вас понял. Личный состав нужно беречь всегда. Тем более накануне решающего наступления. И то, что в полку Бестужева нет потерь, я ничего плохого в этом не вижу. Честь ему и хвала. Значит, командир хороший. А то, что потери несут не истребители, а их подопечные… А как это объяснить? Полагаю, это часть немецкого плана, который мы должны разгадать, а не искать виновных среди комсостава. Товарищи офицеры, вы свободны. Совещание закончено. Вы останьтесь. Снимать с должностей командиров и тасовать кадры сложившейся ситуации считаю ошибкой недопустимой. Но и без проверки подобный случай оставлять невозможно. Вы так не считаете? Проверка — дело полезное. Проверяйте, если считаете нужным. Но мне лично нужны точные данные разведки и скрытые точки ПВО. Мы не можем платить за каждый ДОТ эскадрильями бомбардировщиков. Товарищ командующий, ну откуда немцы могли знать про маршрут пешек? Что, если утечка секретной информации идет непосредственно из нашего штаба? Исключать этого нельзя. Но очень бы не хотелось в это верить. О, ну что? Тебя тоже выбросили на улицу? Эх, брат, никому мы не нужны. Что? Сидеть? Сидеть? О, что, жрать хочешь? А мне тебе дать-то нечего, только разве что конфета. Да? А? Ну за что нос не любят? А? Вроде бы не трус я. И от фрицов не прятался. И в кустах не отсиживался. Хотя сейчас получается, что отсиживаюсь. А знаешь, дрянь это все. Завязывать надо. Пошли? А? Раз нас никто не любит. Может вместе лучше будет? Пошли. А? Ко мне, к ноге. Пошли? А? Сьогодні видатний день сержанту Рубену Гамолетовичу Мавикяну, льотчику 133 авіаційного полку, наши три разове гім-гім. Ура! 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 А ну, девочки, разрешите? Похож. Молодцы, здорово получилось. Очень похож. А кто нарисовал-то? Сержант Войтик. Оказывается, он рисует-то неплохо. А, молодец. Вот я назначил его ответственным за боевой листок из стен газету. Ну, вообще идея со стен газеты замечательная. Это ты молодец. Извините, товарищ командир. Я включу? Ну, давай. Ну, давай. ПЕСНЯ Товарищ комполка, я бы всё-таки хотел освоить самолёт. ПЕСНЯ Руководство по лётно-технической эксплуатации я проштудировал от корки до корки. Ну, хорошо. Время набора высоты до пяти тысяч метров. Четыре целых одна десятая минуты со взлётным весом две тысячи шестьсот пятьдесят пять килограмм. ПЕСНЯ Ну, если проштудировалась, дашь зачёт полётной эксплуатации ягд РИП. ПОСМОТРИМ. 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 Дамы приглашают кавалеров. Белый танец? Да. Я вас приглашаю. Будут возражения? Нет. Вот и музыка кончилась. Ну, ничего. Вечер еще не закончился. И мне опять придется приглашать вас на танец? Или вас хватит с милостью? Нет, я решусь. Звучит отчаянно. Ну, я вас избавлю от этой участи. Мне уже пора идти. Там малышка одна, я волнуюсь. А может быть, у вас хватит с милостью проводить меня? Ну, я не совсем мальчишка. Да? Ну, тогда проводите меня к товарищу комполка. Я до войны в первом медицинском училась. На детского врача. Мне говорили, что этот профиль совсем не подходит для фронта. А вот видите, пригодились знания. Мне надо бы девочку на большую землю отвезти. Только имя придумать. Вам и карта в руки. Даже можно сказать, ее крестный отец. Может, Евгению? В честь вашей девушки? Ну, это правильно. Вы же тогда к ней на могилу полетели. А если б не полетели, то и не было бы этой малышки. Да, назовем ее Женей. Красивое имя. Вы куда? Хочу прогуляться. А там Зиновьева с девочкой… Ну и хорошо. Даже обещали меня сопровождать. Вообще-то проводить. Вот и провожайте. Может, присядем? Я боюсь, простудитесь? Уже прохладно? Ну, со мной же рядом мужчины. Да вы не бойтесь, я вас не съем. Садитесь. Ну, как хорошо, как будто бы и нет войны. Вы правы, товарищ подполковник. Уже холодно. Вы правы, товарищ подполковник. Уже холодно. Да. Обнимите меня. Звучит музыка Я все-таки боюсь, что вы расстутитесь Вы меня простите, Антонина, я не готов к таким отношениям Мне нужно время Тоня Тоня За что? Зайдьте меня Тоней Хорошо Тоня Отлежишься Глядишь и выкарабкаешься Жизнь, она такая Не знаю, что завтра будет А завтра все будет хорошо Даст Бог придешь в себя А мы уж тебя подлечим И будешь ты здоровой Красивой Встретишь доброго молодца Будет он тебе твоим мужем И будет его жить Толк и толк Счастливо, счастливо Илья Что ты сказала? А? А ну еще скажи что-нибудь Что ты сказала? А? Говори, говори, девочка Илья Господи Тут я второй раз родилась ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦ Внимание, Роща Это первый Мы в квадрате А-12 Чисто Это здесь, командир Точно здесь Я понял, Саша ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто на вас так, ребята? Саша, давай левым разворотом еще раз пройдем Понял, выполняю! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Возвращение вселен Вильчист Не стрелять Вильчист НИРИТ ПО-НЕМЕЦ НИРИТ ПО-НЕМЕЦ НИРИТ ПО-НЕМЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok